Ребята, всем привет! С вами Александр. Сегодня мы знакомимся, прокачиваем и играем еще одним новым динозавром. И этот динозавр непростой, он довольно важен для истории. Это у нас Процератозавр, ребят. Процератозавр дословно переводится как доцератозавра. Прото-предшественники и так далее цератозавра. Об этом мы поговорим немножко позже. Это род небольших, примерно плюс-минус 3 метра, хищных ящеротазовых динозавров и семейство Процератозаврит, живших в среднем юрском периоде 167-164 миллиона лет назад на территории современной Англии. Как вы поняли, прожили они далеко не длинную жизнь, всего лишь 3 миллиона лет. Это довольно, в общем-то, немного. Процератозавры бывают всего лишь одного вида. Это типовой вид Процератозаврус Редли. Изначально он считался предком Цератозавра, что понятно из его названия. На эту мысль наталкивало то, что у него тоже был вот такой вот гребень на морде, как и у Цератозавра. Однако сейчас Процератозавр считается Целлорозавром. Это один из самых ранних известных в науке динозавров, который входит в надсемейство тиранозавроидов. Собственно говоря, к Процератозавроидам относят также Процератозавра, собственно говоря, Келеска, более крупного представителя, родственника, так сказать, найденного на территории России в Красноярском крае. Гуань Лунь, очень известный предок, один из самых первых предков тиранозавра. И также еще Синотиранус, также входит в эту группу. Переосмысление преднадлежности Процератозавра было осуществлено в 2010 году командой Оливера Рахута. Проведя исследование, они выяснили, что Процератозавр это Целлорозавр, то бишь тиранозавроид, тиранозавр, и что он является близким родственником того же Гуань Луня. Взрослые особи Процератозавра могли быть в длину от 2 до 3,5 метров. Здесь информация расходится, и вес у них был примерно 150 килограмм. Длина черепа составляла около 30 сантиметров, что значительно меньше, чем у того же Келеска. Еще в далеком 1910 году в Англии проводились земельные работы, и был найден поврежденный череп какого-то динозавра. Его отправили в музей, и там его Артур Смит, ученый, классифицировал как Мегалозаврус Брэдли. Но позднее, как вы поняли, его определили в предки Цератозавра из-за сходства носового гребня. Но уже в 1926 году Фридрих фон Хайне переописал его как Процератозавра Брэдли, что дословно переводится предок ящера с гребнем. Да и ну и там последующих, ребятки, давайте взглянем на все надсемейство тиранозавроидов. В него входит семейство Целлуриды, семейство Процератозавриды и семейство Тиранозавриды. Ну а теперь, ребятки, давайте пойдем и качнем этого древнего динозавра. А вот наш Процератозаврик из игры. Вот так вот он выглядит, выглядит точно так же, как в принципе в Jurassic World Alive. Все довольно-таки похоже. Ух ты, прикольно, он даже этими лапами может что-то там почесать, потому что они кажутся такими маленькими, особенно когда он Jurassic World Alive прыгает кому-то там на спинку, например. Так, смотрите, вот такой вот у нас первый уровень. Так, показатели 400 на 400, 700 на 600. То есть это у нас большой демагер с небольшим количеством жизней получается, да? На 20 уровне, но он чуть-чуть позеленел. Кстати, да, у него такая раскраска зеленоватая в Jurassic World Alive тоже. 1240 на 1000. Так, и на 30 уровне, смотрите, ну особо ничего не поменялось, кроме, смотрите, вот первый и 30 изменилась только раскраска. Посмотрим, ну чуть-чуть вырос нос, наверное. Посмотрим, что будет на 40, там будут самые большие изменения. Итак, 1895 на 1523. Это, ребята, вам... Это не кисло. Я вам скажу, не кисло. Тогда что мы делаем? Сейчас давайте сделаем 20-го. Еще одного, да? Пойдем ими посражаемся, как обычно. Потом качнемся, дальше и еще посражаем. Так. Давайте сейчас мы даже прочитаем. Сравним с тем, что мы знаем про него. Процератозавр означает до цератозавра. Или до рогатой ящерицы. Ну, цератозавр это у нас рогатая ящерица. Раньше считалось, что он являлся предком этого хищника. Но мы знаем, что это не так. Так. Из-за своего малого размера, всего 3,5 метра. Ну, там бы сказал бы от 2 до 3. Процератозавру всегда приходилось быть на чеку во время охоты, чтобы не стать добычей более крупных хищников. Так. По его скромному виду, может и не скажешь, что Процератозавр на самом деле один из ранних представителей тиранозавра. Это мы знаем наравне с Гуэн-Лунем. Да. И четвертый. Ух ты. Вот такой вот у нас будут виды, ребятки. Кстати, на самом деле, картинку этого в фотошопе можно обработать, и все будет видно, думаю, неплохо. Ну, так вот. Да. И весил он, например, на 150 килограмм. Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Так, смотрим, какие показатели у этих двоих. Тысяча силы удара. Тысяча. Да. Хорошо. Тогда идем смотреть, что у нас есть за битвы. Да, кстати, турнир начнется через 19 минут. Турнир на Процератоз... Турнир на Процератоз... Чего? А, кентрозавр. Е-моё. Я что-то не обратил внимания. Думал, блин, это же у нас же он точно VIP-овский. VIP-овский, ребятки. Естественно, я сейчас не VIP. Смысла быть VIP-ом нет, да? Но вот иногда было динозавры. Приходится покупать, ребятки. Ну, купил, конечно же, в группе ВКонтакте. Ссылочку найдете в описании. Так, что у нас здесь есть? Нет, ничего у нас здесь нет. Нет, значит, мы идем куда? Правильно, поняли. Мы идем вот сюда. Несверепость. Нас интересует сила удара 1000. Вот, 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 вот где-то. Стигималов вот здесь рядышком. Так, если мы берем Процератозавра, нам желательно, конечно же, Литунаут. Эудиморфодон пойдет. Хотя Эудиморфодон излишне мощный, как мне кажется. Дмитриофодона брать что-то не хочется. Во. Вот идеальный представитель. Это так, чтобы он не выбивался по силе. Потому что, вот, примерно по ровну. Ну, погнали. Погнали, ребятки. Кстати, с Конковинатором его поставить будет пару, да? Конковинатор. Надо в следующем бою взять Конковинатора. 600, 800. Вот, примерно такие вот у нас показатели. Ну, там Тапиелозавр, да? Как, как там у нас? Димандактилус, да? Диморфодон плюс Тупандактилус. Димандактилус, да? Травоядный здесь есть, да? Ну, хорошо. Что, кстати, он, блин, смотрите, какой спинораптор-то жирный. Ах, пишет, гаденыш. Взял и пробил. У меня, да, у меня малая жизнь, кстати. Это у него самые сильные получаются. Ну, ладно. Думаю, у нас еще все шансы в нее впереди. Так, вот Тапиелозавр. Ну, нифига себе, слышу, у него два динозавра, у которых жизни вдвое больше, чем у меня. И атакует на все три. Ну, хорошо, что хоть не подменился, кстати. Ему бы стоило подмениться. Так, блин, ну и я этого я не пробиваю, представляете себе? И приходится, наверное, даже защищаться. Анкела Док там на четыре, если будет демажить, то нам хана. Сколько? Три-три-три, надеюсь, у тебя три. Нет, черт, у него четыре-три проходит, она сто процентов пробивает. Но у нас противники, извините меня, вдвое сильнее, чем мы были. У них по две с половиной тысячи жизни, а у меня по тысячу двести. Ну, вот так вот. Такое вот у нас было начало, не совсем удачное. Ну, ладно, мы не расстраиваемся. Мы, мы идем дальше. Мы идем дальше. Так. Давайте проэволюционируем, так сказать. Будут прикольные, если три боя и три поражения. Такого еще никогда не было, но все бывает в первый раз. Кормись. Так, кушает пока что не так уж много. Нет, дорогой, мы пока что не хотим. Так, полторушечка, да, по-моему, у них там сила удара. Идем. Самый беспощадный режим. Режим нагибателя. Так, его давайте будем. Так, здесь у нас есть вот. Птеродактилус есть у нас. Так, ну, на этот раз я не хочу брать слабого. Я хожу по Эуди Морфодона. Посмотрим, кто нам попадется. У нас по полторушке сила удара. Теперь. Так, кто нам попадется? 302. Один. О, ну, вот это теперь фигня. Теперь против нас какой-то слабый противник. То игра просто не знала, что делать. Процератозавра не ожидала увидеть в себе. В противнике. Ух, ну, так сказать. Низко... Ой-ой-ой-ой. Надо было защищаться. Вот-вот-вот-вот-вот-вот именно из-за этого. Так, дело пахнет керосином, ребята. Ну, блин, окарков, может проиграть надо 3-го и теперь. Так, ну, и я просто не хочу подставлять еще процератозавра. Процератозавр, как бы. Раз, два, три, четыре. Просто его, как бы, суть серии, чтобы побольше прожил именно процератозавр, да. Как бы, логичнее было бы на него, наверное, подмениться. Потому что пахнет керосином у нас сейчас просто уничтожен. Но они дальше слабоваты. Четыре. Атака на два. Это хорошо. Не буду даже подменяться. Здесь мы легко проходим. Все-таки победит. Эх, не сложилось. Три проигрыша нет, не будет. Так, ну и доминируй. Давай, процератозавр, порви этого несчастного гибрида. Время крокодильчиков прошло. Так, у нас там кто-то сбежал. Сто баксов. Это хорошо. Потому что мы потратили 800 баксов, чтобы вырастить этих цератозавров. Так, ну давай. Ну кто там? Кто там? Димитродон, да? Ну времечко, ребята, сделать его величество. Буратино. Так, ну наконец-то, ребятки. Так. 2 200 на 1800. Давайте посмотрим, как он есть. А то мы даже как-то вот не рассмотрели этот момент. Так, ну что. Короче, не знаю. Разработчики, мне кажется, поленились, ребята. Потому что, как бы, его внешний вид, начиная от 1 до 40, ну, практически не изменился. И вот этот рок, который ему нарисовали, что-то он ее как-то уродует. Вот как по мне. Вот тот нарост мне нравился больше. Ну и вот так вот. Такое себе решение. Я бы делал получше. Вот так. Ну а по показателям 2 600 на 2 150, ребятки. Давайте сейчас мы его подразним. Такое с ним. Нормально, короче. Покричал он у нас, покричал. Ни за что обидел нас. Ну, давайте пойдем посажаемся. По атаке. Так, вот у нас где находится, ребятки. Упасилия как индоминус. Давайте возьмем индоминуса, птеродоустра и процератозавр. И пойдем, пойдем сражаться. Да, кстати, здесь можно было брать и кайнозовских. Ой, больно. Будет больно. Индоминус против индоминуса. Так, ну у нас будет процератозавр против индоминуса. Ой, какой маленький астапозаврик. Но мы помним в прошлой серии, ребятки, кто смотрел, как этот маленький астапозаврик надрал жопу троим пахигалозавровым. я до сих пор не понимаю, как это произошло. Но так случилось. Так. Ситуация, конечно, не очень. Так, три. Давайте посидим. Он тоже у нас не особо любит защищаться. И атакует на все шесть. Так, ну индоминуса мы знаем. Удар чуть меньше двух штук. Жизни около пяти. И это будет изи виктори. Индоминусу гайки. Так, давайте на них полюбуемся, что ли. Блин, конечно, он гигантский. Так, ну этого мы и ожидали, конечно. Как вам масштабы? Да, гигантский индоминус. Просто гигантский. Два. Один. Залп. Давай сожри его. Петушок, ты мой. Ну вот такие дела, ребята. Крутим нашу волшебную рулетку. И получаем бифштекс. Так что мяса у меня еще осталось довольно много. Можно качнуть на Дозавра, кстати. Я собирался снимать серию про Дозавра. А тут он на тебе появился про Цератозавр, ребятки. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok